У меня микрофон упал, нам курица убежала Хрю-хрю Курица! Стой, курица! Дай эту курицу Надеюсь, друзья, вы тоже на самоизоляции, как и я Приехал в деревню, чистый воздух и забыл карты Но контент описать надо Поэтому сегодня мы рассмотрим топ-5 причин ошибок фокусников Или 5 вещей, которых делать не нужно Называйте это как хотите С вами Геннадий Сергеев Погнали! Первое. Никогда нельзя говорить то, что вы собираетесь делать Во-первых, это лишает зрителя сюрприза Во-вторых, заставляет обратить внимание на то, что вы собираетесь делать В-третьих, лишает вас возможности выйти из неудачного положения, если фокус не получится А такое тоже бывает Никогда нельзя быть уверенным, что будет все идеально Всегда надо быть начеку Деревня Многие люди свыклись с мыслью, что фокус – это обман Так вот, если зрители смотрят на фокус и ждут этого обмана То это уже не фокус Фокус – это чудо Или небольшой секрет Важно то, как зритель воспринимает фокус Или то, как подаем его мы Когда зритель смотрит фокус Он не должен думать, что его обманывают Тогда фокус удался Можно даже сказать, что фокус – это имитация чуда Зритель, который наблюдает за фокусом Даже не должен думать о нем Он должен наблюдать чудо Вот такого мастерства должен достичь каждый, кто хочет заниматься фокусами Ведь когда человек смотрит кино Он понимает, что это происходит не в реальном мире Но он хочет верить в эти обстоятельства И присутствовать именно там И если фокус удался именно на таком уровне То это уже профессионализм В этом сущность фокуса Второе – никогда нельзя повторять фокус два раза Потому что первый раз зритель смотрит на фокус А второй раз на его исполнение Подобных случаев много Даже бывают прям ситуации, когда тебя уговаривают Вот упадут на колени и начинают свою молитву А после еще и добавляют Я не разглядел тот или иной момент Так, блин, если ты не разглядел тот или иной момент Значит, тебе было неинтересно Ты же, когда сидишь в кинотеатре, смотришь фильмы И пропустил какой-то момент, там, облизывая свои пальцы После чипсов ты же не говоришь там всем организаторам Покажите еще раз фильм Я пропустил тот или иной момент Так вот, с фокусами то же самое Если где-то что-то кто-то не увидел То это уже не ваша проблема Вместо этого покажите другой фокус И тут мы плавно перешли к еще одной ошибке Третье – никогда не спорьте со зрителем Даже если вам навязывают спор Никогда не лезьте и не ругайтесь Ведите себя всегда корректно и вежливо Запомните, зритель всегда прав, так как вы выступаете для него Покупатель всегда прав Главное – улыбка Здесь все просто Есть даже одна категория зрителей Не то чтобы зрителей, людей Которые после просмотра фокуса Начинают вспоминать там своих племянников, братьев Рассказывать о том, что Вот, мой брат также умеет показывать фокус Или может какой-то другой фокус показать Или говорят, а ты сможешь делать то или это И порой это доходит вообще до абсурда Например, ты же фокусник Ну-ка нафокусничай Полный холодильник продуктов Чтоб он был прямо здесь Или прочий бред Таким уж точно ничего не нужно показывать А спорить с ними совершенно бесполезно Просто в этот момент улыбнитесь и промолчите Ну, если, конечно, это не шутка от вашего друга Четвертое – никогда не разоблачай секреты своих фокусов Даже если это не твои фокусы, а традиционные И описанные в любой литературе Мне нравится вопрос Зачем в Ютубе вы обучаетесь секретам различных фокусов? Ответ прост Ютуб смотрят многие Но наши каналы смотрят единицы И те, кто смотрят, они интересуются данной тематикой И даже если вы на улице подойдете к какому-нибудь человеку И покажете самый обычный элементарный фокус То он удивится этому фокусу Не потому, что он где-то там когда-то на Ютубе посмотрел А потому, что он не интересуется этой темой И увидев фокус, он подумает, что это какое-то чудо И пятое – нужно постоянно тренироваться Чтобы каждая ваша исполненная техника была доведена до автоматизма Чтобы показывать фокусы более-менее идеально Нужно овладеть механической и психологической техникой Механическая техника подразумевает под себя выполнение определенных базовых действий Ну, например, там подмена карты, тасование колоды с определенным порядком С механической техникой можно добиться идеального выполнения фокусом и быть мастером Но без психологической техники это невозможно Психологическая техника заключается в маскировке механической техники И заставляет зрителя поверить в чудо, а не просто в какой-то обман Самое главное – нужно знать психологию человека Нужно видеть каждого человека насквозь Видеть настроение этого человека То есть, если человек настроен скептически То, соответственно, нужно быть аккуратнее с этим человеком Если же вы показываете какой-то фокус на компанию Принц! Принц! Иди! 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 Вот познакомься! Познакомься с товарищами! Кто это такой-то? Это наш принц! Видите, какой он? Принц! Фокусник должен владеть психологией человека Для того, чтобы драматизировать свои действия Чтобы зритель не искал в каких-то ваших действиях обмана А видел спектакль В каждом трюке при исполнении фокуса Есть один или несколько важных моментов От которых зависит успех фокуса Так вот, чтобы зритель не заметил эти важные моменты Фокусник должен фокусировать их на незначительных моментах По сути, фокусник должен сосредоточить Все внимание зрителя на другом моменте Который не является главным Дело в том, что если фокусник придает незначительному моменту большое значение То и зритель начинает придавать этому большое значение И наоборот, если фокусник концентрирует внимание на незначительном моменте То и зритель воспринимает это как незначительный момент Именно поэтому у каждого фокусника перед представлением Отточено каждое движение, каждое слово и каждый взгляд К незначительным моментам нужно относиться с такой же ответственностью, как и к значительным Поскольку, когда фокусник хочет скрыть какие-то детали, то он может просто дать зрителю перетасовать колоду, тем самым он скроет эти важные детали от зрителя, пока зритель отвлекается и тасует колоду. Также фокусник может сопровождать свой фокус своими словами. И тут каждое слово – его враг. Поскольку многие начинающие фокусники просто начинают говорить при показе какой-нибудь монеты или какой-нибудь другого реквизита, перед вами обычная монета или перед вами обычная карта. Тогда люди сразу понимают, что если это обычное, значит, есть и необычное. И возникает вопрос, какой он на самом деле использует. Либо он нас хочет обмануть, либо он говорит правду. Есть даже такой интересный фокус с монетой и стаканом. Суть фокуса заключается в том, что стакан исчезает. Но мы зрителю этого не говорим. Мы всегда делаем акцент на монете. Мы кладем монету на стол, накрываем ее стаканом и говорим, что сейчас монета исчезнет. А на самом деле – бац! – и исчезает стакан, а не монета. То есть зритель концентрировался именно на монете, а не на стакане. Поэтому эмоции от этого фокуса гораздо больше, чем вы бы сказали, что исчезнет стакан. Сам фокусник в глазах зрителя должен выглядеть проверенным человеком, а не как какой-то шарлатанный обманщик. Именно поэтому тут важны честные действия. То есть надо действительно сказать зрителю, чтобы он выбрал случайную карту, а не какую-то навязанную. Чтобы он по-честному перетасовал колоду. Благодаря таким действиям вы заслуживаете доверия этого человека. Ну и в завершении я скажу, что при показе фокусов, которые вы исполняете на публике, вы должны выражать свои истинные эмоции, а не фальшивые. Потому что фальшивые эмоции, фальшивые улыбки, фальшивые взгляды люди чувствуют. Поэтому научитесь проявлять свои эмоции искренне. Я бог! Вот так не надо делать. Друзья, ну а на этой положительной ноте я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте классы, чтобы это видео увидело как можно больше людей. И тогда начинающие фокусники перестанут совершать эти нелепые ошибки. Поскольку ошибки, совершаемые новичками, делают их слабыми. Потому что они перестают верить в свои силы. Так вот, друзья, запомните, что все ошибки, которые совершили вы, воспринимайте это как урок, как опыт. И тогда вы найдете в себе силы, чтобы избежать этих ошибок. Смотрите мои видео почаще и учитесь чему-то новому. А с вами был Кеннадий Сергеев. Пока! Субтитры подогнал «Симон»